МИХАЙЛОВСКОЕ ОЗЕРО МИХАЙЛОВСКОЕ ОЗЕРО Ну и первое соревнование решили провести в День защиты детей, в праздник, чтобы детки почувствовали и то, что они динамовцы не просто на бумаге, и выступают они за общество Динамо. Мы учредили кубок Динамо, ну и решили в нескольких видах провести соревнования. Несмотря на то, что некоторые из участников этого турнира уже успели выступить на всероссийских стартах, гарантии выйти сухим из воды здесь не дают никому. Падения хоть и редко, но случаются в особенности, когда штормит и на виражах. Правда, сегодня участникам с погодой повезло. Здесь солнечно и штиль. Плывут две дистанции полкилометра и большую километр. На трех классах спортивных лодок каноэ, байдарках и академиях. Особенно опытные и ловкие грибцы справляются с этим расстоянием быстрее, чем за четыре минуты. Желание крымским спортсменам не занимать. Тренируются и в холод, и в жару. А вот с возможностями пока проблема каноэ и байдаркам, которые есть в школе уже почти полвека. На таких не плавают на материковой России уже давно. И все же местным грибцам удается бороться с трудностями. Команда крымчанок в мае участвовала на турнире в Нижнем Новгороде. Девушкам удалось взять третье командное место и золото в личном зачете. Мы выиграли грант, олимпийский грант, разыгрываемый Олимпийским комитетом России. Но пока тоже никаких сдвигов нет. И обещала нам Федерация грибного спорта России тоже пока все это. И обещал нам город. Но мы надеемся все равно, что вот эти лодки нам, которые необходимы для занятия первым делом, для детей, что они нам все равно будут приобретены. И мы еще лучше будем показывать результаты на всероссийском, даже и международном уровне. 14-летняя Аня Гарматюк – одна из тех, кто ковал победу на всероссийском соревновании. Плавает девушка не так давно, около 4 лет, но на старенькой академии держится довольно уверенно. Юная спортсменка с нетерпением ждет тренировок, хотя изнурительные занятия приходится выдерживать дважды в день. А летом заплывы еще труднее, но работать над собой спортсменкам необходимо. Ведь скоро они поедут на чемпионат в Казань. Я живу здесь рядом, гуляли с родителями. Я видела, как ребята плавают на лодках. Мне очень понравилось. Я была маленькая, вот меня мама не отпускала. А потом подросла и решила прийти. Это только с берега кажется, что маневрировать на воде на байдарках легко. Спортсмены уверяют, все это – результат монотонных занятий. Учитывать нужно много факторов. Скорость ветра, наклон волны. Курьезы на воде случаются даже на международных турнирах, поэтому техника безопасности превыше всего. Помимо плавания, нужно тренировать руки, спину и дыхание. На беговой дорожке и в тренажерном зале только тогда придет успех. Приезжаешь, руки большие просто, руки забиваются. Но это, в принципе, помогает тебе устойчивость. Прежде всего, это равновесие держать, нужно баланс на лодке. А это будущее поколение крымской гребли. Пока дети занимаются на тренажерах, в лодку им еще рано. Эта машина позволяет ощутить все прелести водного спорта, кроме качки. Задействованы те же группы мышц, что и при управлении байдаркой. Выставляется режим сопротивления и таймер. Предполагаемые полкилометра Саша Ананка преодолел быстрее, чем за три минуты. Однако победа до конца не удовлетворяет амбиции будущего спортсмена. Хочется побыстрее в настоящую лодку. Я тренировался один раз, или два раза, точнее, два раза садился на лодку с другом. Ну и как у тебя уже получается? Ну да, получалось, что угреб. Лучшие спортсмены получили от крымского «Динамо» и своей спортивной школы грамоты и кубки. В будущем такой турнир будет внесен в регулярный календарь соревнований, который проводит региональное общество. Есть перспектива развития и у базы на Михайловском озере. Спортсмены и тренеры готовы хоть сейчас вложить все силы в создание комплекса. В настоящее время решается вопрос по улучшению инфраструктуры. И вскоре Крым гарантированно будет принимать здесь старты высокого уровня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова